Эта история происходила более 45 лет тому назад. 1976 год, лето, самолет Air France совершал нормальный полет в Тель-Авив, Салоники, Париж. Операция Интебель. 45 лет тому назад, июнь 1976 года. И этот самолет, который вылетел из Тель-Авива, должен приземлиться на несколько минут, на несколько часов в Греции, в Салониках и отправиться в Париж. И более 250 пассажиров в самолете. И вот в Салониках входит на борт самолета несколько арабских террористов. К ним присоединяются немец и немка из левой организации террористов Германии. И приказывают летчику отправить самолет в сторону Уганды. И возле столицы Уганды, в Интебе, они сажают самолет, отделяют неевреев и отправляют их на самолете во Францию. А 83 заложника с еврейскими фамилиями, с израильскими паспортами, они помещают в отдельное помещение и выдвигают требования, чтобы освободили 40 заключенных арабов из израильских тюрем и еще из других тюрем. А в противном случае, 1 июля, буквально через неделю, они начнут расстреливать заложников. Это было трудное решение. Но по дипломатическим путям Израиль начал вести переговоры с ними. Звонили президенту Уганды. Но все переговоры закончились неудачей. И вот была запланирована особенная операция, которая во всем мире известна. Операция Интебе. Четыре самолета, на которых было около 100 спецназа, особенных отборных отрядов израильской армии, на четырех самолетах отправляется в Уганду. И они захватывают аэропорт. И первый, кто вбежал туда, это брат премьер-министра Израиля Биби Натанияу. Он погибает. А наша история про спецназовца, который вбежал второй в этот аэропорт. И они убили террористов. И они всех тех, кто находился в аэропорту, включая несколько раненых, они поместили на самолеты и отправились в Израиль. Это особенная героическая история нашей современной истории. Евреи борются до последнего, чтобы спасти тех, кого заключают террористы и требуют выкупа. Но наша история отдельная история. Это история про героя Интебе. Я изменю его имя и назову его Гиль. После демобилизации он с друзьями отправился в Индию, чтобы искать духовность. И сначала 40-дневный пост. Только он пил утром и вечером стакан молока. Это была подготовка к встрече с гуру. За день до нее его предупредили, что он должен взять для себя мантру. Что такое мантра? Это те слова, то предложение, которое он должен повторять с утра до вечера. Это выход в особенное духовное состояние. И израильтянин Гиль, он вырос в одном из живописных кибуцах возле Кинерета. И там, перед встречей с гуру, он разговорился с одним американским евреем. И спросил его, ты выбрал свою мантру, то сказал да. И какая она? Шма-Исраэль. А что это значит? Вы понимаете, в Израиле можно вырасти и не знать даже эти самые простые, главные шесть слов еврейского народа. Шма-Исраэль. Ашем-Илукейну. Ашем-Ихат. Что же, это хорошая идея. И вот, когда в районе одиннадцати вечера он вошел на иудеенцию с гуру, гуру спросил его, ну, какую мантру ты выбрал? Они говорили по-английски. Шма-Исраэль. Что, ты еврей? Да, еврей. А откуда? Из Израиля. И наступила пауза. И гуру сказал, когда пройдут все, вернись ко мне еще раз. О, это была сенсация. Никто еще за одни сутки не входил дважды к гуру. И где-то в полчетвертого ночи его позвали. И он вошел. И гуру сказал ему, ты знаешь, это не для тебя. То, чему учу здесь я. Отправляйся в Израиль. Как, гуру? Я же сорок дней постился, пил только молоко. Я хочу духовности. Нет, это не для тебя. Отправляйся в Израиль, в Иерусалим. И там, в Ешиве, учи Тору. А что это значит, учить Тору? Там тебе объяснял. И вот, прошло несколько дней. И Гиль уже купил билет на самолет. И все-таки он попросил, чтобы ему дали разрешение еще раз встретиться с гуру. Он вошел и спросил у гуру, гуру, я уезжаю. Но скажите мне, вы тоже еврей? И тот гуру приложил палец к губам и сказал, это не важно. А ты поезжай в Иерусалим и будешь там учить Тору в Ешиве. Мне рассказывал свидетель, как Гиль вошел в бет-мидраж Ешивы Ор-Самэ. Это было где-то два часа ночи, полтретьего. И сидели два человека и учили Талмуд. Он спросил у них, скажите, это Ешива? Они сказали, да. Что вы делаете? Учите Тору? Да. Я тоже хочу учить Тору. Как это? Что это? И один из них сказал, вон, видишь, там на полке стоят книги такие. Возьми первую. Это была книга, первая книга с комментариями на первый трактат «Мишный проход». И Гиль, как он был с большим вещмешком в танахических сандалях на босу ногу, конечно, без кипы, с длинными волосами, он сел, открыл книгу и начал учить. Прошел час, два, три. И когда утром пришел Равин и спросил, что он здесь делает, он спросил у него, я должен с вами говорить, я пришел в Иерусалим, в Ешиву, и я учил Тору. Но это же Ешива, Ор Самех, я руководитель израильского отделения. Скажи, кто ты? И так Гиль начал учить Тору, а после многих лет изучения Торы он открыл свой колель в новом районе Иерусалима, и уже много лет он преподает в этом колеле. И каждый раз в праздник Суккот он завел своих друзей, те, которые были с ним в спецназе, те, кто освобождали заложников в Энтебе. И они отмечают годовщину этого удивительного события. Еще один счастливчик, бывший спецназовец из отряда Раматкаля, главнокомандующего, который спас жизнь 83-х евреев.